Субтитры делал DimaTorzok Предыдущая поэма Дуду оказалась, что у нее такой конец. Поэма называется «Дурак» и имеет под заголовком «Побег» это жанровое определение. Вот оно и в ровном окаем, из рыбы, пьющей кровь, открытым в том, из грозного безмолвного огня, доносится «Послушайся меня». Так всякий, кто к сомнениям приступал, в рукой касался и опять желал, расслышал ночью над печной трубой рифмующийся неприятный вой. Так медиум, так книга между книг, осмелился и вот опять приник, и слушает, как кто-то мчится вскачь, и как приносит магия удач. Попробуй, холодная зима, сухая и безлюдная страна, разрушенная личность налегке, играет вагнер, ночь на чердаке, когда приходят мустры, превозночь, и полночь по размерам эта ночь полярная, и кажется душе, что нет ее и не было уже. Из каждого угла мечом звеня доносится «Послушайся меня». Арджуна, без надежды на успех, один из всех, за всех, против всех. Когда от достоверности вперед, и солнце не встает, который год, и, может быть, спешат к нему друзья, но ни на что рассчитывать нельзя. Он поднимает свой хрустальный меч, и головы, как град, слетают с плеч, и каждая за спехами звеня поет мечу «Послушайся меня». Он думает, я гибну, не Роланд, мне наплевать, что я имел талант, он не прибавил жизни мне и дня, и тоже не послушайся меня. Ах, выйти бы из призрачной страны, где мы с моим мечом обречены, уж лучше б мир приснился к углахам, уж лучше фауст, много разных стран. Попробуем. За окнами метель, в углу дрожит рождественская ель, от ужаса объявшего тюрьму, где он принял к истоку своему. Когда деревья в комнате росли, когда они склонялись до земли, и возникал откуда нарратив ура, поэтому он спит и видит сон, как будто бы спиранский, отлучен, объявлен и закован в кандалы. И цепит рут, и сапоги малы, и далее ты, как лестница душа, уж рвется прочь за облаком спеша. Вставай, старик, еще не кончен бал, вставай и стой, как навсегда стоял, как купол золотой стоит небес, как горы, в землю врожь гор небес. Попробуем. Полночи напролет, кружил над нами вражий самолет, и остренький прожектор выбирал коварные удары на повал. Он утром в город, поискать дрова, проведать тетку, может быть, жива? Жива, вернулся, дома нет как нет. Остался свет. Какая ночь, не спится, нет огня, остался жив. Послушая семья искусств, не вызывало у народа чувства. Он взял фуникулер, спустился с гор, не заработал, но и не позел, и обратился с проповедью к ним. Прости меня, Влада Капитерин, сказал мое дитя. Я жил, что все неважно вокруг, и как если бы другой это друг, питаясь антологией одной, отягощенной собственной виной, я так пишу, как я писал в пять лет. И мне смешно название поэт.